На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Журналисты телеканала Видное ТВ примут участие в ежегодном фестивале Братина. Стараемся прожить эти несколько дней так, чтобы запомнились они на целый год. Что изучают на занятиях сообщества родителей, выбравших для своих детей семейную форму образования. Я узнал тут про латынь и географию. Сегодня в подмосковном Сергиевом посаде стартовал ежегодный фестиваль телекомпаний Братина. В 25-й раз телемарафон, который проходит под патронатом Союза журналистов Подмосковья и Министерства культуры региона, собирает журналистов. Многие из них на протяжении долгих лет присылают свои работы и творческие проекты. Телеканал Видное ТВ дружит с Братиной уже более двух десятков лет и не раз становился победителем доказательством тому множество дипломов и 13 братинских чаш, украшающих нашу студию. Фестиваль всегда начинается с конкурса «Репортаж с колес». Мы не единожды брали главный приз за сюжет, снятый в рамках этого конкурса. Яркие впечатления у наших журналистов остаются на долгие годы. Репортаж с колес – это невероятные впечатления. Желаю каждому журналисту ощутить этот драйв, эмоции. Тем более в нашем случае получилось, что мы действительно все делали с колес. Мы не знали, о чем будем снимать. И самое, наверное, приятное, что она помогла людям. Ведь они наконец получили эту воду теплую, горячую воду. И ощущение того, что ты помог людям, жителям Сергиева Посада, переполняет. До сих пор помню каждую эмоцию, когда победили и когда делали этот сюжет. Невероятно, очень круто. И сегодня наша команда, корреспондент Александра Столярова и телеоператор Константин Брылов в течение дня работали над репортажем с колес. Для съемки нам досталось достаточно интересный, обширный исторический отдел музея-заповедника Сергиева Посада. И мы приехали на первую точку и сразу же увидели замечательную реконструкцию. И решили работать именно в ней. Здесь вообще домик Бабы-Яги, замечательный конь из дерева. Можно добывать огонь. Абсолютно интересно. Мы очень рады. Надеемся, что все очень хорошо получится. В нынешнем году среди номинаций фестиваля есть давно ставшие любимыми, например, «Моя Россия» и телерепортаж. Есть и новые. Одна из них – «Наука и жизнь». Братина для нас – это большой праздник. Каждый раз мы стараемся послать свои работы в каждую номинацию, чтобы охватить как можно больше тем. Это наши лучшие работы. Ну а на самом фестивале мы участвуем во всех мастер-классах, во всех конкурсах. В общем, стараемся прожить эти несколько дней так, чтобы запомнились они на целый год. Об итогах фестиваля Братина мы расскажем вам уже в понедельник. Ждем наших ребят с победой. Сложнее всего коронавирусную инфекцию переносят люди пожилого возраста. Им обязательно показана вакцинация против COVID-19. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Самира Гаценко. Поговорим с ней на эту тему. Здравствуйте, Самира Фазиловна. Здравствуйте. Пожилые люди действительно сложнее переносят данную инфекцию. Связано это с множеством факторов. В первую очередь у пожилых людей ослаблен иммунитет. Плюс, как правило, пожилые люди имеют уже букет соматических заболеваний. Все это сказывается на течении коронавирусной инфекции. Есть ли статистика, насколько легче пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию, если у них есть прививка? Точных цифр я назвать его не могу, но, опираясь на собственный опыт, так как каждый день, если это вызыва, мы отслуживаем по 25 пациентов на приеме. Это порядка 60-70 человек. Я могу сказать точно, что привитые пожилые люди, приходящие на прием или обращающиеся на даму за медицинской помощью, как правило, переносят эту инфекцию ковидную, как ОРВИ, то есть без таких опасных осложнений, как пневмония. Насколько безопасна прививка для лиц пожилого возраста? Прививка проверена, протестирована, прошла множество испытаний, поэтому она безопасна для пожилых людей. Есть лишь некоторые ограничения, такие как обострение хронических заболеваний и наличие инфекции, которая остро протекает на данный момент, конкретно у пациента, человека. Если этих моментов нет, то прививка абсолютно безопасна. Есть ли отличия в процедуре самой прививки для молодых и для пожилых людей? Нет, отличий абсолютно никаких нет. Пациент приходит в пункт вакцинации или в кабинет, осматривается доктором-терапевтом. При отсутствии противопоказаний ставится прививка. Прививка также две, правильно я понимаю? Да. Первый компонент и второй компонент. Важно знать, что антитела после первого компонента вырабатываются в течение 6-8 недель. Ну, как мы знаем, многие пожилые люди, они, скажем так, не совсем дружат с современной техникой, да? Мы знаем, что можно записаться через интернет и прийти на пункт вакцинации. А пожилому человеку как можно записаться? Наиболее доступный способ какой? Мы всем идем навстречу и в пункте вакцинации, который, да, тут есть в различных частях города, в точках, нигде им не откажут. Даже если пациент не записан, он приходит и говорит, я хочу вакцинироваться. Там всегда есть доктор и медсестра, проводится осмотр на месте и сразу же пациент отправляется на прививку. Ну, я предлагаю вот вам, как врачу, в очередной раз обратиться к нашим телезрителям, в основном, конечно, пожилого возраста, с призывом прийти и все-таки вакцинироваться, потому что это действительно большая забота о здоровье. Я хочу призвать вас всех к вакцинации, особенно пожилых людей, обратить внимание на этот важный момент, так как сейчас эпидобстановка очень непростая. Коронавирусная инфекция действительно протекает с рядом всевозможных осложнений, поэтому нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Вакцинироваться, поднимать свой иммунитет, обязательно правильно питаться, заниматься спортом, побольше двигаться, дышать свежим воздухом, все будет хорошо. Ну, я думаю, что если даже несколько человек воспользуются вашим советом, значит, наша встреча уже проходила не зря. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. А я напомню, что в нашей студии была врач-терапевт Самира Гаценко. К другим новостям. А наш следующий сюжет наглядно показывает, что те, кто привился, могут полнее наслаждаться жизнью. При поддержке главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» компании «Рота Агра» для участников клуба «Золотая осень» поселка Совхоза была организована очередная экскурсия. На этот раз они отправились в усадьбу Кускова. Всего 40 минут дороги от поселка Совхоза имени Ленина и экскурсанты покидают уютный автобус. На востоке Москвы расположился уникальный архитектурный ансамбль 18 века, бывшее имение графов Шереметьевых. Особенно эффектно в эти осенние дни выглядят многочисленные парки, расположенные в усадьбе. У нас сегодня прекрасное настроение. Мы побывали на экскурсии в прекрасном музее в усадьбе Кускова. Очень интересная экскурсия была, познавательная. Клуб «Золотая осень», функционирующий в поселке Совхоза имени Ленина, существует уже несколько лет. Он объединяет пенсионеров, бывших жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей. Несмотря на то, что подобные экскурсии проходят постоянно, участники клуба готовы путешествовать еще больше. Если таких поездок будет как можно больше, мы будем это приветствовать и большое спасибо организаторам этой поездки. На прошлой экскурсии участницы клуба посетили парк «Патриот», расположенный недалеко от Кубинки, и тоже получили массу положительных эмоций. Максим Козлов, Алина Вдовиченко, Ольга Садовская, Видное ТВ. Каждую пятницу в Расторгуевской библиотеке проходят занятия сообщества родителей, выбравших для своих детей семейную форму образования. На одном из них побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Семейное обучение – это добровольный перенос ответственности за образование ребенка со школы на родителей. Наталья и Дмитрий Поляниновы для своих дочерей выбрали именно такую форму получения знаний. Такая возможность у нас предусмотрена федеральным законом об образовании, и родители, которые решаются на этот шаг, они обучают детей дома. Довольно-таки много свободного времени. Ты можешь выйти там, погулять, если захочешь, передохнуть. Тебе не надо сидеть, жать, когда кончится урок. Ну, и ты не делаешь все как-то через силу. Я сейчас сюда приехала просто помогать. Я эти две программы, ну, я программу основы уже прошла. Я… Их ключи тоже здесь были. Я теперь учусь в следующей программе «Вызов». Причины, по которым родители выбирают такое образование, могут быть совершенно разные. Многие родители ставят в главу взаимоотношений с детьми, прежде всего, какие-то воспитательные вопросы. Считают, что воспитание в семье, обучение в семье, оно помогает не потерять контакт между родителем и ребенком. Кто-то вообще не ходит в школу с первого класса, кто-то забирает детей уже, ну, достигнув средней школы. Классические беседы – так называется программа по поддержке родителей, чьи дети находятся на семейном обучении. Занятия проходят каждую пятницу в Расторгуевской библиотеке. Хотел бы выразить слова большой благодарности от родителей сообщества, руководству библиотеки города Видного и руководству и сотрудникам библиотеки, филиал библиотеки, находящихся на станции Расторгуев, за то, что они нашли возможность приютить наше сообщество. У Евгении Ермолаевой четверо детей. Решение обучать их самостоятельно она приняла после того, как старшая дочка окончила третий класс. В общем, хотелось мне самой обучать своих детей, потому что, я считаю, нужно. Помимо школьных предметов и то, что время очень много уходит на школу, а так мы вместе, я вижу, как мои дети растут. Занятия проходят по двум группам, учитывая возраст детей. Я узнал тут про латынь, географию, русский язык, науку. Все дети на домашней форме обучения обязательно прикреплены к школе по месту жительства, так как аттестацию проводят образовательные учреждения, но в самом учебном процессе не участвуют. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!